Путешествуя по загородным участкам, я все чаще замечаю, что многие заводят подсобное хозяйство. Куры, кролики, козы, кони, коровы, в общем, животные самые разнообразные. При этом кто-то следует моде на экологические продукты, а кто-то, как наши сегодняшние хозяева, просто вспомнили счастливое детство у бабушки в деревне. У меня бабушка на Украине жила в деревне, я к ней приезжала в детстве только лишь, так-то я полностью жила в городе всегда. Вот и в детстве вот приедешь к бабушке, мне это нравилось так-то. Вообще животных как бы люблю. Так и пасти корову даже ходила на пастбище. Интересно было весь этот процесс. Пойду, найду, где курица, снесла яйца, насобираю. Бабушка говорила, смотри, сколько яиц у нас курочка дала. И когда приезжали у бабушки, тоже там и теленок родится, и поросята были маленькие. Как бы интересно так. Видимо, вот в деревне, наверное, с детства как-то все равно тянется. По следу к примеру, или даже можно сказать зову предков, Екатерина завела свое немаленькое хозяйство. Баран, две козочки, четверокозлят и около 15 кур. Это я сама завела все, без разрешения, можно сказать, мужа. Привезла и все. У нас был сарай. Мы еще до детей, мы заводили кроликов и куры были у нас. Курочка, да, яичко снесла. Дети появились, так, у козы молоко. В принципе, голодным никогда не будешь. Пойдешь, утром надоело, яичко насобирало, уже амлет готов. Благо, территория позволяет жить всем в мире и согласии. Участок немаленький, 20 соток, большая часть из которого это выгулка для животных. Да не простая, а с разнообразными локациями. Тут тебе и полянка для прогулок, и миниатюрная горка, и даже бочка, на которой изредка у козочек получается воплотить цирковые номера. Перед камерой они, конечно, постеснялись их продемонстрировать, предпочитая репетировать в привычной обстановке. Очень удобно за животных, что есть своя территория, есть для них, где они могут гулять, пастись. А главное, дети с самого раннего возраста общаются с животными, учась заботе и любви к братьям нашим меньшим. Этакий контактный зоопарк получается, только тут все серьезно. Нужно всех выгулить, причесать и накормить. А хвостатые мохнатые ведь всегда чувствуют это внимание, отвечая хозяевам взаимностью. А если кто-то оказался в беде, то мухины всегда придут на помощь и приютят в свою семью. Кота мы в лесу нашли, собаку дети принесли. И все как-то так сами прибиваются некоторые животные. Буан, кошка к нам даже пришла жить и родила у нас. Благодарные глаза. Вот главная награда для семейства зоологов-любителей мухиных. Оно и верно. Для истинного счастья порой всего богатства не надо. Идиллии на загородном поместье и в семье достаточно. Валерия Ермакова, Иван Худюков, телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова